ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok А теперь об этих и других событиях более подробнее. Как поднять рейтинг ЖКХ и остаться рентабельными в столь непростое время? Как разработать правильную антикризисную программу? Ответы на столь актуальные вопросы 11 февраля в Уфе будет давать министр жилищно-коммунального хозяйства республики Сергей Афонин. А пока с рабочей поездкой район посетил заместитель министра ЖКХ Республики Башкордустан Дмитрий Масютин. Вчера в Большом зале администрации района прошла встреча главы администрации района Раила Ибрагимова, глав сельских поселений и руководители предприятий ЖКХ района. В районе всего существует пять предприятий жилищно-коммунального хозяйства. И по итогам работы за 2015 год план мероприятий выполнен. Благодаря субсидированию предприятия ЖКХ год закрыли без задолженностей. Долги за электроэнергию и природный газ имеются у двух предприятий. Предприятие небольшое, мы занимаемся только поставкой воды, поселением, школой и садом. На 2015 год у нас, например, на таких больших работах не было, но за счет того, что нам были выделены средства, мы отремонтировали, провели текущий новый трасс. Вот заменили 400 метров по улице Чекмарева. Вот это на 2015 год. А на 2016 год мы планируем начать работу по объединению северных конкурентов, которые находятся рядом с Подольском, и относятся к Турналовскому сельсовету, чтобы они уже были в одной организации в семье. Планируем провести ремонт трассы в деревне. Отрасль жилищно-коммунального хозяйства всегда являлась актуальной и проблематичной. Поэтому решить сразу все возникающие вопросы и неполадки здесь невозможно. Вот, например, замена внутридомовых тепловых сетей выполнена в селе Акер только на 10%. А вот переход на индивидуальное отопление многоквартирных домов села Бурибай на 100%. Таким образом, отношение экономического эффекта к ожидаемому результату в целом по району составило 75%. 2015 год для села Бурибай в целом имеется в виду большие помещения услуг. Прошел благоприятно. Основная задача была у нас направлена на переход на индивидуальное отопление, чтобы произведено свое время, графики, сроки. И данное обстоятельство позволило нам, соответственно, выйти с предстоящей долгой, потому что мы непосредственно отвергли население теплом. И вот мы благодаря этому, конечно, продержались. На 16-й год у нас по плану запланирована промывка скважин. Приоритетная задача, конечно, у нас стоит в том, чтобы довести до 3-ю насосную станцию, куда вы знаете, 4-й и 3-й, которые позволят нам, соответственно, или, соответственно, еще любят. Однако все же основной проблемой коммунальщиков является отсутствие свободных собственных средств предприятия. Путем решения данный вопрос является прежде всего работа с населением, которое обслуживает то или иное предприятие ЖКХ, считает Дмитрий Масютин, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики. Как хозяин частого дома ухаживать за своей собственностью, так и жители многоквартирных домов должны решать текущие проблемы своего сектора. Бульнас Ибрагимова, Айнур Ахметов, Служба новостей. 206-цы генуарға теклі мұслымандар үсін изгі болған мәулит айдауаметі. Ақнадар ауында мәсет рәсмей рәушті әшлемей, әмі ауыл халқы мұслымандар үсін мүхім болған бұл байрамды өз ерттарында өткере. Кунақсығы Ишқуатовтар ғайләхі ерттінда ұлған байрам барышын беддің ижади түркімді көдәтті. Үйіп әтті ұлға қағы алы Restore Energy көріп үйдәткере. Баш құрттардың миллиашы біш бармақ табындың әйірілгі ғөтіл үшін. Юрт ғұжа бік кәге оны бар көңілін алып бішіріп. Ұмын мен бұл байрамға бүті ауыл халық әдірленген. Ел хайын юртон-юртка кусеп улгарала келген мөлит байрамына, бұнда хер кем уйдурши ниндерге Аллаха Тағилалдында сауапылы болырға тарыша. Мөлит айы Мухаммад А.С. дн. Туған күні. Байрам ай буйы дауаметтен. Пейғамбардың туған күні одақ елдар дауамында мусульман дүнианда уйдарылып келі. Ақнадар ауында ол унынсы ил реттен ұды. Хэм үмімін мөлит өгілі ұқылы ұл. Күнінде Әңе түгіл, күнінде әңе түгіл. Хэм ұшы айдағаны түгіл. Кемлер сауылара түзекен мөлит өлкілі қып сауыларын иісім құшалар. Кемлер яға үй ұлт ұлыпалар көрсіл, Мөлит өкілілі қыпталар көрсіл үлелейін мөліт оқылар. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Два длинных стола и более 30 участников. Амир Валиев учится в шестом классе. В шахматы играет уже более трех лет, а научил его этому нелегкому ремеслу отец. Теперь мальчик уже вовсю занимает призовые места и учится предугадывать ходы соперника. Меня научил играть у Фарнариславовича мой отец. Мне шахматы нравятся, но он развивает математические способности, развивает память. Если, например, я у соперника съел ферзи, уже можно сказать, что ты уже проиграл. Потому что ферзь – это очень сильная пешка. Его нельзя просто так, чтобы его съели. В борьбе я занял первое место, когда мы играли все шахматы. Там были очень сложные соперники, серьезные. Я играл до конца и занял первое место. Интеллектуальные виды спорта укрепляют свои позиции. Теперь в них играет почти каждый школьник младших классов. Об этом свидетельствовало большое количество игроков-первоклассников. Причем все они уверены, что шахматы развивают умственные способности. Мне нравится играть в шахматы, потому что это умная игра и очень хорошее развитие развивается. Можно хорошо физику сделать, и в шахматы хорошо можно играть. Поэтому я шахматы люблю и так играть. У меня дедушка научил сразу играть. Тогда я научился играть. Пока юные каспаровцы занимались своим делом, в спортивном зале играли в мини-футбол. Турнир, посвященный памяти тренера-преподавателя Дью-Суша Ильгиза Олегбаева, проходит уже во второй раз. Ежегодно в нем принимают участие команды школ Силакер и Степной. Вы готовились к этому турниру? Да. Ну, в неделе с Чепном играли. Разыгрывались. Так, нормально было. Играли. А вообще футбол сам по спите нравится? Да, нормально. Чем нравится? Отводка, пенальти. Ну, так себе. А на воротах стоял. Сейчас не стою. Так, нападающий играл. Пока одни играют на поле, другие ждут своего выхода и реально оценивают ситуацию. Прежде чем сыграть, ребята долго готовились. Однако в этом турнире важна не победа, а участие и память. Таких соревнований участвую много. Какие места вы сейчас занимаете? Первые, если зональные. А так, школьные, вторые. Три сильнейшие команды боролись за звание первых. Но игра есть игра. Кто-то выигрывает, а кто-то нет. Таким образом призовые места распределились следующим образом. На первом месте команда школа номер 2 села Акер. Вторыми стали спортсмены школы номер 1 села Акер. И почетное третье место у команды школы села Степной. Гульнас Ибрагимова, Айнур Ахметов, Служба новостей. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok